Комары в этом году со своей активностью слегка припозднились. Практически бесснежная зима, затем сухая весна не создали благоприятных условий для выплода этих насекомых. А потому в начале лета могло показаться, что год небогат на приставучих кровопийц. Однако июльские дожди в корне ситуацию изменили. И сегодня все больше берестейцев жалуются на болезненные комариные укусы, которые помимо неприятных ощущений могут еще и стать источником заражения серьезными болезнями. Укусы всех комаров достаточно болезненны. Они могут вызывать сильную аллергическую реакцию. И самое неприятное то, что комары могут переносить целый ряд инфекционных заболеваний. Само название малярийный комар говорит о том, что этот комар является переносчиком существующего и поныне на земном шаре заболевания малярия. Кроме этого, в последнее время очень остро стоит вопрос так называемых арбовирусных инфекций. Это инфекции, которые передаются кровососущими членистоногими и комарами, и клещами. И здесь очень большую роль играют комары рода Аэдес и комары рода Кулекс. Эти заболевания, арбовирусные заболевания, это заболевания, которые протекают с лихорадками. При этих заболеваниях отмечается воспаление оболочек головного мозга. Но несмотря на такую опасность, чаще всего комаринные укусы не вызывают особого беспокойства у людей, которые не подвержены аллергическим реакциям. Чего нельзя сказать о клещах. К их нападениям отношения всегда серьезнее, а внимание пристальнее. Причина в тяжести болезней, которые переносят эти членистоногие. А потому очень важно соблюдать хотя бы основные правила профилактики. Нельзя забывать о том, что эта опасность существует. И поэтому всеми мерами защищаться от этих кровососов во время пребывания в природе. Помнить о том, что на своем дачном участке, при усадебном участке можно создать благоприятные условия для обитания клещей. Помнить безусловно о том, что клещей можно принести домой с дарами леса, с ягодами, грибами. Что клещей могут принести с прогулки домашние животные. Помнить о том, что козье молоко некипяченое таит опасность. И в случае с комарами, и в случае с клещами, главное правило защиты – это внимательное и ответственное отношение к себе и близким. Оно заключается как в грамотном выборе одежды для пикника или похода в лесную чащу, так и в использовании отпугивающих репеллентов. Не стоит надеяться на авось и тогда, когда клещи победоносно завершили свою атаку, то есть попили вашей крови. Только поход к врачу и сдача членистоногого на анализ помогут вам избежать возможных неприятных последствий.